Всем привет! С вами Ольга Дуброва. Сегодня я поделюсь с вами самым сокровенным. Мои планы на посадки и посевы в следующем году на моем участке. Кое-что я уже пристроила. Это были тюльпаны. Ну, конечно, я действую по плану. Вот видите, у меня тут план написан, правда, на одном листе. И тюльпаны, они покорили мое сердце. Достались они мне случайно с процветка. И я поняла, что да, такие тюльпаны надо удержать. Это был тюльпан просто невероятной красоты. Махровый, нежно-розовый, как пена прямо. Сорт назывался Аверон. Затем белой окраски тоже махровый, который был просто как снежная пена, который назывался The Edge. И тюльпан-артист, но это просто вообще, в самом деле, было что-то такое невероятное. Потому что где бы я ни находилась, мне хотелось все равно прийти к нему, полюбоваться его окраской. Окраска очень экзотическая. Внутри он оранжевого сосевый, а снаружи он уже розового сосевого, более насыщенного цвета. И при этом внутри есть зеленца. И эта зеленца повторяется на лепестках бокала. По средней части проходит такой вот уверенной ниточкой. Ну просто чудо. И форма его такая соответствующая артисту. Настоящий артист. Затем нарциссы. Мне казалось тоже, что нарциссы я уже так вот обожать не буду. Но то, что прибила к берегу, я посадила. И оказалось, что да, это просто чудо. Нарцисс Дик Вильден, желтый, махровый. И Свит Помпон. Ну а вообще, меня покорил мускари. Казалось бы, что тут может быть удивительного. Но я посадила. Посадила в горшочке, прикопала. А потом принесла и поставила там, где... Вот я хочу его из озерцации. Когда я приехала в следующий раз, я увидела вот это вот необычное голубое облачко. Это был мускари плюмозум. Махровый, совершенно махровый. И, конечно, я его не выкапывала. Пусть он там уже и сидит. Единственное, что я его пересадила. С многочисленными детками, которые образовались. Надеюсь, что все дальше будет у меня с ними хорошо. Сад мой стареющий. Годы идут, какие у меня годы идут. И он требует каких-то реконструкций. Ну и вот наступила эта пора, когда проходят какие-то преобразования. Наши пристрастия тоже меняются. Наша любовь меняется. Наши возможности меняются. И если раньше меня тяготила к каким-то низким растениям, чтобы их как можно больше было наполниться, то теперь у меня другая идея. Я хочу, чтобы растения были монументальные, величественные. Чтобы их сразу было видно, а не надо было там ходить и присматриваться. Хотя когда-то это тоже было любопытно. Поэтому я присмотрела Сильбу Аренса, которая называется, сорт ее называется Red Charm. Это достаточно высокий сорт, высокорослый. 80-100 сантиметров. Я так понимаю, что вместе с цветоносами меня это устраивает. И красная, для Сильбы этот цвет называется красным. Соцветия не прямо стоячие, а паникающие. Вот это вот то, что я хочу. Затем хочу возродить эхиноцею. Когда-то я пробовала всякие сорта, но лично мой опыт показал, что да, они растут. Всякие такие вот изысканные, там белые окраски с необычным строением. Соцветия, желтые, зеленоцветковые. Но они все оказались недолговечные. И поэтому потихоньку они ушли. И я их не стала возвращать. Зачем их мучить и мне огорчаться? Поэтому хочу все-таки все равно эхиноцею. Потому что растения очень хорошие, очень устойчивые. И я вот еще заметила, что те сорта, которые имеют такую, скажем, первородную окраску, эхиноцею и пурпуре, то есть она светло-лиловая, или оттенки вот такой первородной окраски, они оказываются наиболее устойчивыми и надолго поселяются в саду. Поэтому присмотрела я сорок, который называется Кимс Хай, высотой 60 сантиметров. Лилияники. Я их всегда пропагандирую, потому что лилияник растения очень хорошие. Оно всегда здоровое, оно декоративное и с цветом, и без цвета. И коробочки потом можно куда-то использовать в какие-то поделки, или просто оставить улюбоваться заснеженными побеговыми цветоносами. И вот я присмотрела сорт, который окраски у меня еще нету в моей коллекции. У меня лилияников, наверное, порядка сортов 8-9. Сорт называется Open My Eyes. Надеюсь, что он откроет мои глаза, и мы с ним подружимся. Цветок на картинке очень красивый. Он сам основной цвет абрикосовый, с пурпурно-лиловой каймой, горлышко зелено-желтое, и тоже с пурпурным кольцом. Буду смотреть. Дальше я привержене, скажу вам честно, смешанного огорода, то, что называется декоративный огород. Декоративные огороды – это старинная традиция, в Европе многое, во Франции там называется патажер, в Англии можно поинтересоваться, полюбоваться. Ну, а если ближе, куда вы сейчас наверняка сможете съездить, ну, сезон, конечно, это в Питере, в Ботаническом саду не помню, а вот в Летнем саду точно есть. Очень милый декоративный огородик, очень грамотно посажено. Все мне в этом году очень понравилось. Ну, и за городом, в царственном селе, кажется, тоже есть декоративный огород, который поражает своим многообразием и сочетанием различных культур, и цветочных, и декоративных, и лекарственных, ну, и так далее. И поэтому я хочу, чтобы там у меня рос артишок. Во-первых, очень приятное на вид растения, к тому же полезное. Скажите, не зимует, ну, как-то зимовал. И если с укрытием, то я думаю, все у меня получится. Что-то я скушаю, а то, что не скушаю, то оставлю, пусть себе цветет, пусть распускаются эти красивые шишки, и потом можно тоже использовать какие-то букеты. Мангольд. Люблю мангольд. Если рассматривать сортосмесь, то там невероятные окраски. И это будет просто праздник в огороде. Особенно, когда вечерние лучи пронизывают вот эти вот листья, розовые, желтые, практически белесые окраски. Но это просто чудо. Это настоящая радуга играет в вашем огороде. Ну и к тому же можно употреблять в пищу свежие молодые листики салаты. Можно делать и голубцы, очень нежные получаются. Ну, короче, вообще очень замечательное растение. Хочу его вернуть. Люблю всякие салаты. Не то чтобы кушать. По весне, то, конечно, там покушаешь, а потом просто вот мне нравится, как они растут. Поклонница этого растения. Очень много красивых сортов и вкусных. У них у всех абсолютно разные вкусы. Очень мне понравился салат японский мизуна. И листик красивый, и такой острый, хороший у него приятный вкус. Затем горчица салатная. Тоже бывает разных сортов, разные окраски листики. Вот этих двух ребят я, да и прочим, и других салатиков я оставляю для того, чтобы они осменились. Ну и потом там потрясла, немножко так потерушила. И на следующий год, а бывает еще через год, то есть на два сезона, мне хватает для того, чтобы не заниматься посевом вот конкретно этих салатов. Так же поступаю и с руколой. И потом не надо отвлекаться на эти культуры. Ну а затем все-таки природа свою берет, и они или все семена прорастают, или они там куда-то исчезают, кто-то другой их поедает. Но так как у меня это исчезло, я это буду высевать. Дальше по плану у меня идет физалис. Когда-то он был очень популярен, но потом я поняла, что это просто сорняк, он засоряет все на свете, если все не употребишь. И когда после зимы они там эти семена промерзают и дружно прорастают, потом не знаешь, как от них избавиться. Но я хочу вернуть эту экзотику. Но уже я присмотрела сорт, который называется сливовый джем. И думаю, что он не будет таким агрессивным, потому что над ним уже поработали и селекционер, и значит он будет вести себя более сдержанным. Ну вот это вот такие, я вам перечисла, что-то промежуточное между овощами и красотой. Но все-таки все в комплексе будет, надеюсь, работать. Из литников, что я обязательно буду сесть, это лабелия. Любой сорт, но лишь бы она была анпельная. У многочисленных кашпо и деревянные, и пластиковые, которые я размещаю везде, где только можно, вдоль дома, вдоль веранды, и приподнятые, и на земле, и даже целые этажерки у меня есть. И там у меня такие миксы растут из различных культур и пряно-ароматических, и даже огурец пускаю по какому-нибудь там, по какой-нибудь опоре. И вот я прихожу туда, и там у меня и красота, и польза сразу. Вот огурчик сорвала, здесь же я сорвала что-то пряно-ароматическое, тот же салатик или базилик. Ну и все это красиво очень работает. И лабелия, ведь ее мелкие цветочки, есть сорта с такими белыми глазками, они очень обогащают любой вазон, любое кашпо, где бы вы ее не посадили, вот каскадную лабелию. Конечно, будет цинья, Беларуси называют ее майоры. Почему майоры? Может от того, что они такие вот основательные, крепкие. И цинью люблю крупноцветковую, хотя вот раньше выясывала сорта, которые компактные. Это цинья линеарая, линейная, либо цинья узколистная еще называют. Тоже очень любопытные сорта, но хочется вот такого что-то, что можно потом и в букет срезать, потому что очень хорошо и долго они стоят, и цветут до самой поздней осени. Астры, конечно, всегда они есть в моем саду. Я их люблю, я их выращиваю, и я их уже посеяла. Посеяла горшок объемом где-то 2,5 литра, чтобы там было побольше все-таки земли, потому что будут они сидеть у меня. Вот в октябре я их посеяла. Горшочек поливать не поливала, присыпала сверху сухим компостом и слегка прикопала. Вот они у меня там будут расти, а потом не торопясь, на них не отвлекаясь сильно, где-нибудь в середине июня месяца я из этого горшка их извлеку и рассажу там, где мне их надо посадить. Цветение будет тоже немножко позже, чем если бы я их высаживала через рассаду. Ну, где эту рассаду ставить, правда? Но зато они здоровые и не поражаются, и замечательно цветут до самых практически морозов, в зависимости от сорта, до какого срока он созревания. Бархатцы будут присутствовать обязательно, потому что посеял, выросли то, что лишнее на компост, либо где-нибудь посекла и между растений их рассыпала, оздоравливают почву. Вы же об этом помните, я вам уже рассказывала. Бегонию буду сеять, несмотря на то, что она такая, вот все-таки с ней приходится повозиться, эти мельчайшие семена просто как пыль. Ну, вот она у меня получается. Люблю бегонию боливийскую, которая растет таким каскадом с необычными цветочками. У нее прямо как колокольчики, достаточно крупный цветочек, в отличие от бегонии Симперфлоренс. Как-то я ее не вижу в своем саду. А вот боливийскую или ампельные бегонии клубневые, да, это я сажаю. Бегонии клубневые, они прямо как розочки, есть крупные, есть мелкие. Короче, хорошее растение. Берем его. Матеу двурогую. Растение неприхотливое, не требует никаких особых манипуляций. Посажу где-нибудь около веранды, поближе к окошку, чтобы открываешь окошко, а в вечернее время весь рог приносит этот аромат. Наперстянка. Растет она, конечно, сама наперстянка пурпурная. Но хочу завести крупноцветковую, чтобы она была такая мощного роста, повыше, с красивыми, длиннющими цветоносами. И также мне понравилось и меня вдохновила наперстянка, которая называется ржавая. У нее вообще оригинальные цветочки. И тоже можно осматриваться в каждый цветочек на этом длинном соцветии. И благодаря тому, что соцветие постоянно растет, тут они снизу отпадают, а вверх растет, растет и растет. И кажется цветение очень длительным. Ну и, конечно, будут пеларгонии где-то в горшках кашпора, скиданные там и тут. В пеларгонии я сохраняю маточники, потом наломала, воткнула, наломала, воткнула, что-то обломалось от неаккуратного там обращения, все тут даже воткнула, там где растет маточник, все укоренилось, весной посадила, завезла на дачу. Красота! Ну, прямо такой вот бабушкин уголок. Ну, а то, что, скажете, покушать, а покушать, я люблю выращивать различные острые перчики. Мои любимые сорта – это хабанеры различных окрасок, они такие небольшие бочоночки, в меру жгучие, не то чтобы там супер-супер, а вот уже перец острый, искры. Во-первых, сам кустик красивый, декоративный выглядит, и там уже крепости уж гучись. Ого! Ну, и, конечно, я с ними не расстаюсь до самой поздней осени, потому что, когда понимаю, что вот уже намечаются низкие температуры, где-то меньше там 10 градусов, я за все свои эти перчики в горшочках и несу их на веранду, и там они еще растут долго-предолго, пока уже не начнет промерзать веранда, а захочу и домой привезу в город. Томат. Да, сажаю кое-что, но теплицы у меня нету, скажу вам честно, поэтому так приспосабливаюсь, как бабушка Николи, там где-то что-то прикрыла, где-то что-то притемнила или наоборот там выпитила. Томат, монетка, сорт меня покорил, потому что я много сажаю мелких томатов, томатов черри, различные сорта, сажаю их в большие емкости, в большие горшки, объемом 10 литров, туда жменью насыпаю гранулированного навоза, а потом просто поливаю вот этим компотом из карпивы и различных там добавок типа зола, ну и еще там что-нибудь такое вкусненькое для растений. Так вот томат, монеточка или монетка, точно не помню, как правильно назвать, это просто красота, потому что кустики низкорослые, выращивала его и на балконе, на балконе, вот будете удивлены, в прошлом, вернее в текущем году, последние помидорчики сорвало в феврале месяце, ну не то, что он был один, а там вот хватило побаловать семью, целая такая вот пригорща была. И в грунте они ведут себя замечательно, это низкорослый сорт, и просто весь усыпан желтыми гроздями, размер самой помидорки в диаметре где-то 2,5-3 сантиметра, очень приятный вкус, кисло-сладкий, замечательный сорт. Нравится мне сорт Сашер, это уже как бы по размеру средний, он и темно окрашенный, такой немножко синевой, очень вкусные, хорошие такие вкусовые качества, и вообще считается, что все, что темно окрашенное, то очень полезное, потому что содержит много всяких антиоксидантов. Что тут я запланировала? А, огурец. Люблю огурцы длинноплодные, но не так, чтобы ими заменяю все, но штуки 3 обязательно высаживаю, тоже большую емкость, и пускаю по какой-нибудь шпалере. И потом, когда мне надо, я пришла, отрезала, можно даже не весь срезать, отрезала, этот край подсыхает, и потом можно еще прийти отрезать, и все, оно такое свежее. Единица площади вот такая, а плодов очень много, и пока созреют уже там всякие вот эти вот пупырчатые роднички, то такими, типа, китайские, горыныч, там они как-то так вот называются, китайский длинноплодный, аллигатор, вот они очень вручают, вкус у них всегда приятный, никогда они не горчат, и кожица всегда нежная и мягкая, не мешает употреблять их. Как-то мне понравилась очень морковь, это был польский сорт, возможно он назывался Purple Prince, темноокрашенная, фиолетового цвета, необычайно вкусная, устойчивая, урожай был великолепный, и вот хочу посадить, высмотрела такой сорт, который называется теперь Purple Heist, если он будет в продаже, то все непременно куплю. И когда-то я попробовала пепину, такой необычный овощ, и хочу вам сказать, что вкус необычайный, что-то среднее между перцем и, наверное, бананом или грушей. Урожай был невероятный, красивые плоды, желтые с полосочкой фиолетовой, или наоборот, фиолетовые с желтой полосочкой, по-разному окрашенные, вкус как бы моих домашних не вдохновил, но мне понравился, потому что в отличие от баклажана, с которым надо там подскакивать и утеплять его, он рос в открытом грунте и дал вот такой вот хороший урожай. Ну, вот такие мои тайны. Ага, чтобы еще не забыть про почву, я придумала себе такое, что сделаю-ка я смесь из, раскошелюсь из фацелии и рапса. У них это разные семейства, разные направленности, разное их действие, и поэтому смесение, думаю, будет очень хорошо работать. Потом оставляю несколько растений, фацелий, для того, чтобы она осеменилась, и либо собираю семена, потому что они очень дороги, либо просто они насеваются, и потом они растут между культурных растений, и я их просто даю, и может зацветать. Это все в течение одного сезона, я вам рассказываю. А потом я их притаптываю, они там перегнивают, не дают расти сорнякам, сохраняю температуру, но вот такая вот польза со всех сторон. И в качестве сидерата хочу использовать еще сою, и таким же манером что-то перекопаю для того, чтобы обогатить почву азотом, а что-то оставлю, должна вызреть, было уже такое, что вызревало, и использовать в пищу соевые бобы. Ну вот и все мои секреты. Если кому-то понравилось, можете меня поддержать и тоже что-то использовать, потому что все это я продумала и считаю, что оно будет играть и по цвету, и по продолжительности цветения, и оно не хлопотное, ну кроме бегоний, конечно, и должно все у нас получиться. Спасибо за внимание, кто меня слушал. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!